Мы почитаем сегодня Шри Чайтанья Чаритамриты, Антелила, глава 4, текст номер 104. Перевод и комментарий Его Божественной Милости, Бхакти Веданте, Свами Шива Прабхупады. Я 103 еще прочитаю. Есть те, кто ведет себя правильно, но не проповедуют учения сознания Кришны. Тогда как другие проповедуют, но ведут себя неподобающим образом. Любят они проповедовать, но сами ведут себя неподобающим образом. Ты одновременно исполняешь оба долга в отношении Святого Имени, своим поведением и своей проповедью. Поэтому ты – духовный наставник всего мира. Поистине ты – величайший преданный в мире. Джагатера Ария – величайший преданный в мире. Сарвагуру Туми Джагатера Ария – духовный учитель и величайший преданный. Комментарий. Здесь Санатана Гасвами очень ясно описывает, кого следует считать духовным учителем всего мира. Он говорит о двух качествах, которыми должен обладать такой человек. Он должен строго соблюдать заповеди Писаний и в то же время проповедовать. «Тот, кто живет таким образом, является истинным духовным учителем. Харидас Такур был идеальным духовным наставником, и поскольку он каждый день неукоснительно повторял Святое Имя на четках определенное число раз, сколько раз? Он повторял Святое Имя Господа 300 тысяч раз в день. Подобно этому участники движения сознания Кришны повторяют минимум 16 кругов махамантры на четках, что не составляет особого труда, и в то же время они должны проповедовать учение о читании Махапрабху, основываясь на Бхагавадгите». Намаму Вишну Падамя Кришна пришдхая бута-лещи-матэ, бхакти-веданта-свами-дейти-наминэ. Намастэ-сарасвати-дэвэ, гауравани-прочаринэ, нирвишэ-шашу-ниавадэ, пасчатья-дэй-шатаринэ. Джайши Кришна чайтанья прабуни-тянанда, шри-двайта-гадат-хараши-васадэ, гаурабхакта-вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Этот текст говорит о том, кто такой настоящий духовный учитель, истинный духовный учитель и лучший из вайшнаов. И если я вам задам такой вопрос, хотите стать гуру? Все сразу пригнулись, понимая, что неудобно говорить это на камеру. Не принято у вайшнаов хотеть стать гуру, потому что мы смиренные. А кто-то хочет, ну так вот, так как у него есть страсть, кто-то у кого-то есть страсть, он хочет чего-то добиться, он хочет какое-то положение, он все равно об этом не будет говорить, потому что тоже неудобно. Но если я задам другой вопрос, а хотите помочь людям? Людям хотите послужить? Да, говорят, тоже, ну, принято так говорить. Мы слуги Кришны, слуги вайшнаов, слуги людей, и, соответственно, да, мы хотим помочь людям. Так это же про то же самое. Быть гуру и хотеть помочь людям – это и есть быть гуру. Потому что кто такой гуру? Это тот, кто служит людям, тот, кто помогает людям. Избавиться от страданий, от мучений. Первая цель искон – помочь людям. То есть сейчас нарушены ценности, да, Шаба Прабхупада говорит, первая цель искон – нарушены ценности, и так как нарушен этот баланс между ценностями, то есть у нас у всех есть много разных ценностей. Кто-то ценит телефон, машину, семью. Все мы это ценим, да, но что-то мы делаем приоритетом в своей жизни. И все остальные ценности, они подстраиваются под главную ценность. Так ведь? Так вот проблема в обществе не в том, что тут у них много ценностей. Это нормально, что люди переживают за разные вещи, но проблема возникла, что нарушился баланс между ними. И то, что должно быть второстепенным, стало главным. Знаете, вот квартира у вас. Что главное в квартире? Какая комната главная в квартире? Правильно, спальня. А если человек, ну то есть вот он пытается, как-то вот новый дом у него, он пытается спланировать его. И вот представьте, человек самую большую комнату сделал под туалет. А вот здесь у меня будет туалет. Ну не очень разумно, так ведь? Но вот так он видит. Туалет – это обычно что-то небольшое, главное там гостиная, спальная, там гостевые. А вот он решил сделать на весь этаж большой туалет. И вот проблема. Это что, туалет не нужен, он тоже нужен. Но баланс нарушен, то есть пропорция нарушена. И вот у людей сейчас в современном мире нарушена пропорция. Нарушен баланс между этими ценностями. И в центр они поставили личный интерес. Личный. И вот из этого возникает… Сегодня я рассказывал про семь целей и скончу, это меня в ту же сторону немножечко понесло. То есть когда возникают вот эти дисбаланс ценностей, это приводит к тому, что люди не могут сотрудничать, нет единства. А если нет единства, то, естественно, возникает конфликт, война. Нарушен баланс ценностей, люди не могут договориться, они воюют. Еще тут Прабхупада говорит, цель международного общества сознания Кришны дать этим людям, всем людям, независимым от Харе Кришны, они или не Харе Кришна, дать им возможность получить такое мировоззрение, такую ценность, которая позволит им выстроить этот баланс в своей жизни, научиться сотрудничать с другими людьми и перестать бить друг другу в нос. И это богоцентричное общество, богоцентричный взгляд на мир. То есть Шила Прабхупада не говорил о том, что надо все, чтобы стали Кришнитами, не проблема. Любая конфессия, любая религия, не проблема. Главное, чтобы люди убрали с главного места в своей жизни чувственные насхождения и поставили туда, надо жить в гармонии с Богом. Вот это первая цель Искона. И, соответственно, гуру, учитель — это человек, который служит обществу для того, чтобы вот эта проблема, дисбаланс, конфликтность, война, кармические реакции, чтобы помочь людям справиться с этим. Это не просто сдать еще одну какую-то экзотическую религию, необычную, индийскую, чтобы еще и вот такое есть. Ну то есть это же и так полно. Шила Прабхупада не так смотрел, что еще что-то такое экзотическое появилось. Нет, это была программа духовного спасения человечества. И не просто теория, когда человек что-то придумал, решил нафантазировать, он сидел где-нибудь, пил чай и думает, надо спасти человечество. У меня есть план. Нужно просто стоять возле метро и обнимать всех. Тогда люди поймут, что надо друг друга обнимать, и тогда будет мир во всем мире. Знаете, вот такие утопические теории могут возникать у человека. Нет. Шила Прабхупада на личном примере, свой опыт, стопроцентное сознание Кришны, стопроцентно убежденность в святом имени, то есть лично с Богом знаком. У него не проблема с сознанием Кришны. У него стремление, как теперь это сознание Кришны дать для современных людей. Какие шаги должны быть для этого? И вот здесь говорится о том, что Вайчнав, худший из Вайчнавов, это человек, который обладает двумя качествами. Сейчас мы о них поговорим на примере Харидаса Такура. Соответственно, если я хочу, участвовать вместе с Шила Прабхупадой, может быть, я не стану, я не сейчас не являюсь, лучше стать, но я сейчас не являюсь Харидасом Такуром. Но медитирую на качество Харидаса Такура, на этого лучшего из Вайчнавов, на этого гуру, кто-то реально может помочь людям. Медитирую на эти качества, по крайней мере, я знаю, в каком направлении следует мне развивать свое сознание Кришны. Вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. В каком направлении лежать? Куда лежать-то? Вот в какую, вот куда, туда? Вот, окей, хотя бы, если не ползти, хотя бы лежать. А так лучше ползти в этом направлении. А так лучше идти. Или бежать. Идеальный вариант. Итак, что это за качество, которое признает здесь Шила Саната Нагасвами Харидас Такури? Немного предыстории. Это действие, этот стих происходит в Джаганатхапури в 15 веке, когда там проявлял свой лил и Шичитани Махапрабу. И это место называется Сидабакул. Помните, мы были с вами? Сидабакули. Вот это там происходило. И в этом месте жил Шила Харидас Такур, господь Читания. Сам лично дал для него эту хижину. Там сейчас храм, конечно, и все остальное. Но там был просто сад. Это была небольшая хижина. Это был, как звали, где жил господь Читания? Мишра. Как его? Нет, нет, нет. Одним словом, дом, в котором жил господь Читания. Каши Миша. Каши Миша. Каши Миша. В доме Каши Миши жил господь Читания. Тот был очень рад. Он отдал ему этот дом. И в этом саду этого дома было одно место отдаленное, где была вот эта вот хижина небольшая. Шалашик там какой-то. Он сказал, ты отдай мне этот шалашик, я знаю, куда его применить. И он отдал этот шалашик Харидас Токуру. Там он и жил. И когда приходили в Джаганадхапури Рупа и Саната Нагасвами, по очереди они приходили, они жили вместе, с Шилой Харидасом Токуру. Они не считали себя вправе заходить в храм, так как с социальной точки зрения они считали, что они потеряли свою касту, поэтому они жили с Харидасом Токуру. В храм не ходили, но сам Бог приходил к ним. В гости приносил им просад, разговаривал с ними. И Саната Нагасвами, когда пришел в Джаганадхапури, к сожалению, он заразился какой-то болезнью, вследствие чего все его тело покрылось язвами. Она кработочила и гноилась. И он и так был в состоянии, что я бесполезен, потому что, ну, и как я буду помогать Господу читания, если я с точки зрения социума вообще никто. Но теперь он полностью бесполезен. Даже такое тело, что смотреть на него больно. Неприятно смотреть. Смотришь, какие-то раны, уже как-то тяжело становится. Да, вот говорят. Что-то они нашли там. Перевязочный пункт, наверное. Он среагировал на болезнь. И смотрите дальше. И он приходит вот в этом состоянии, что мое тело бесполезно для местии Господа читания. Он приходит для того, чтобы получить даршин Господа читания. И во время Радхаятри, когда он сможет получить даршин Господа Джаганадхи, он ведь не может войти в храм. Он может только во время Радхаятри получить адля даршин. И он получит даршин Господа Джаганадхи и бросится под колеса его колесницы. И в следующей жизни, быть может, у меня будут лучшие возможности для служения. И вот в такой медитации он приходит, на этом его страдания не заканчиваются. Вот у нас иногда возникают такие ситуации, когда нам сложно какое-то служение выполнять. Помыть пол. Ну вообще, я не готов. или вовремя встать, или что-то еще сделать такое, что нам не по природе. Вовремя встать – это не по природе, да. Нормально я сказал, да? Кто-то сразу среагировал. И вот смотрите, у Санаты Нагасвами, вот с нашими, вот какие трудности у него были, вот нашей вообще не подходит. То есть у него не проблема смиренно служить, любое служение делать, которое хочет Господь читания. Но Господь читания хотел, чтобы Санаты Нагасвами делал одно служение. Чтобы он позволял ему, Господу читания, его обнимать. И Санаты Нагасвами, который души не чает в Господе читании, который все для него, что угодно готов сделать, поклоняться, служить, как-то, ну, все делать для него, он видит, как обнимая его Господь читания, пачкается этой кровью и гною. И ему было это очень неприятно. Объект его похоронения, из-за него, вот в таком состоянии, он чувствовал себя оскорбителем. И так падший, и так вот тело неподходящее, еще он оскорбляет своего Бога. Каждый день. Каждый раз прилагал усилия, чтобы куда-то убежать. Но Господь читания быстро бегает, и у него длинные руки. Он просто хватал, обнимал его, и тот уже не знал, что делать. Он сжал бы сахаридасу такую руку каждый раз на это. И уже даже ему Джаганананда пандит посоветовал уйти во Вриндаван. И Джагананда пандита за это Господь читания отругал очень сильно. Говорит, как он имеет право тебе советовать? Ты гуру для него. Он просто пацан для тебя. Как он смел вообще тебе советовать? Даже я у тебя советы спрашиваю. Санатам Госвами не находил себе места. Он просто ожидал момента, когда Радхаятка начнется, и он сможет броситься под колеса Господа Джаганадхи, колесницы Господа Джаганадхи. И в очередной раз, когда Господь читания пришел, тот уже, знаете, он ночью, вот ему уже снилось, как Господь читания придет, и опять это повторится. Что делать? Как убежать от этого? И приходит Господь читания. Знаете, такой навязчивый кошмар. Приходит Господь читания, и он привязан к Господу читания. Он не может никуда деться. Но Господь читания вот так хочет с ним взаимодействовать, и он страдает из-за этого. И тут Господь читания начинает его отчитывать. Ты что задумал, Санатана? Ты уже отдал мне свое тело. Это тело не принадлежит тебе. Вот странно. Вот посмотрите на свое тело и поймите, оно вам не принадлежит. Вот для ума это странно очень. Такая фраза. Как оно мне не принадлежит? Это мое тело. Я могу иногда его занимать в служении, но вообще это моя милость по отношению к Богу. Я могу из милости своей дать две копейки Богу. Подождите, но деньги-то все его. Ты из его кармана даешь. И считаешь, что ты его облагодетельствовал. Но вот сейчас материальное сознание такое. И тут господь читания отчитывается на данную. Ты считаешь, что это тело своим. Ты же отдал мне его. Это моя собственность. Ты хочешь сейчас его бросить под колеса, колесницы, покончить с этим телом. Но ты, это же воровство. Это чужая вещь. Ты не можешь ей распоряжаться. Как? У меня большие планы на твое тело. Кстати, кто-то ему говорит, у меня большие планы на твое тело. Подождите, у меня тут все уже написано. Нет, нет, вот это все надо выкинуть. У меня большие планы. Я не могу сам идти во Бриндаван, говорит господь читания. Потому что там несколько причин, по которым он не мог это сделать. Я хочу через тебя во Бриндаване открыть эти святые места, установить храмы, написать книги, научить вайшнавов вести себя по-вайшнавски. Я хочу эти все вещи делать. И ты собрался украсть у меня эту собственность? Харидас, ты посмотри, что человек делает. Санатан не знал, куда деться. И потом он объяснил Санатане, Санатана, твое тело для меня, как мое собственное тело. Есть там будет текст, я потом буду читать, как он по Харидас Такура так говорил. Он так смотрит. Есть этот текст на санскрите, определяющий, что такое в считании черитамрити, это на Бенгале получается. дикши кали атмакари, дикши кали атмакари, дикши кали атмакари, что-то самарпана, сей кали кришна, тари кари атма сама. Что с того момента, как человек принимает посвящение, то есть, объясняет, что такое посвящение, то есть говорит, Кришна, я отдаю себя тебе, с этого момента кришна смотрит на тело этого человека как на самого себя на тело на на все на этого чего как на самого себя нет разницы он как самого себя воспринимает будет санатана ты для меня дорог ты мне как ребенок малый и разве сказать обижаются на ребенка когда он сделал там что-то течет да вот нет это воспринимается ну всякое вот бывает он мне дорог в любом случае говорит также что этот запах подобен запаху чатушимы чатушим это сочетание трех ароматичных ароматических субстанций это запах тела кришны поэтому с точки зрения саньяси господь читали горит я не могу с точки зрения саньяси воспринимать твой тебя с точки с точки зрения чувств нравится не нравится если я начну так смотреть на других то я паду с уровня отречения и с точки зрения бога я не смогу смотреть я не могу смотреть на преданных нравится не нравится для чувств это падение для меня если перестану тебя обнимать как ты не поймешь что-то ценаом он ничего не понимал этого, но у него выхода не было. Господь читания в очередной раз поймал его и стал его обнимать. И тот философски все понимает, но он все равно чувствует себя оскорбительным в господочитании. И тут на глазах у всех его тело принимает прежний, здоровый, сияющий образ. И Харидас Тахур, который был свидетелем этого, он стал хопить в ладоши и говорит, это чудо. Это ты все устроил. Это ты всю эту ливу устроил. И когда господочитание ушел, то Харидас Тахур стал прославлять Санатану Гасвами. Он стал говорить, что Господь признал твое тело своим. И у него большие планы на твое тело. Это великая милость, что Господь будет использовать твое тело для своей великой миссии. Как ты удачлив, Санатана. А Санатана мне нравится. Вот мы читали с вами, читая на Черитамриту, и по ней можно видеть, как ведут себя в духовном мире. Как у них все тонко, по-восточному. Как они все вот так вот интересно и сладко делают. И Санатана Гасвами вместо того, чтобы сказать, ну да, да, факт, Господь читает Ани меня избрал. Я избранник. Я избранный. Я избранный. Вместо этого он говорит, да что ты говоришь такое, Харидас Такур, это ты великий, как это сказать, объект милости Господа читания. Потому что он проповедует, он распространяет святое имя Кришны, самое ценное, что есть, Харинама Санкиртана, и он делает это через тебя. Ты великий преданный. И потом он говорит, что вот эти две стиха приводит, потому как распространять святое имя означает этими двумя качествами обладать. Это означает, что с одной стороны человек сам ведет себя правильно, правильно себя ведет. И вторая вещь, он делится этим правильным с другими. И давайте теперь конкретно к этому стиху подойдем, что Харидас Такур является таким великим преданным и гурум. И в действительности это большое чудо. Это очень странное сочетание. Человек правильно себя ведет, и он еще и проповедует. Я сейчас объясню, в чем тут странность. Когда человек достигает совершенства в сознании Кришны, совершенство становится Уттамадхикари, здесь есть стих, у меня Сарва Бутешу Ях Пашьет, Бхагавадбава Матмани Бутаха, Бхагаватятмани Иша, Бхагаватуттама. То есть высший из преданных, я прочитаю, самый возвышенный преданный, Бхагаватауттама, видит во всем душу всех душ. Это 11.2.45. Он видит во всем душу всех душ Верховного Господа. Следовательно, он видит все в связи с Всевышним и понимает, что все, что существует, вечно находится в связи с Ним. Что это означает? Он смотрит на стол и он видит Кришну. Не, конечно, он видит стол, но он видит связь. Я не знаю, ну вот кто из вас, семейные люди, когда телефон звонит, ваша супруга или супруг, и там вот, да, написано «любимая», да, или «любимый». Что такое звон? Просто звон в электрической штуке. Но это сразу такое, эмоции возникают. Родной человек потому что. Хотя родной человек где-то там. Но вот этот звон связан с этим родным человеком. Понимаете? Поэтому так как он видит все в связи с Господом, он повсюду видит Господа. Он, каждого человека, он видит, как он связан, как он Кришну видит за всем. И на самом деле он видит, что все являются кем? Преданными Кришне. А кому еще можно предаться? Ведь кроме Кришны-то никого нет. Вот этот алкаш пьяный, как же он привязан к Кришне? Вы посмотрите. Мне бы так привязаться к Господу. Не важно, что он привязан к Господу через эту энергию, но эта энергия связана с Кришной. Поэтому он привязан к Кришне. Кому проповедовать преданный в таком состоянии? Некому. Я просто... И преданный, как мы дальше будем читать, он о себе вообще ничего не думает. То есть я из себя ничего не представляю. По факту это так и есть. Потому что все, из чего я могу себя представлять, это все мне выдается Кришне. Мы так не видим это сейчас. Мы так не видим. Я сейчас не за имитацию. Я просто рассказываю, как оно у Махабхагавата выглядит, как шастра объясняет это. Поэтому такой человек считает себя смиренным слугой Бога и его энергией. Он учится у них тому, как служить Кришне, и не считает себе вправе кому-то что-то говорить. Круто. Харидас Токур на этом уровне находится. Поэтому такие люди никому ничего не получают. Никому ничего не говорят, никому никому не получают, они не считают себя вправе кому-то что-то говорить. Уловили, да? Теперь другая крайность. Кто любит получать других? Все любят других получать. Потому что я знаю, хлебом нас не корми, и даже тортиками нас не корми. Дай кому-то объяснить дураку, что он делает не так. Есть такая склонность? Постоянно кто-то чему-то, кому-то что-то объясняет. И чем более человек о себе большого мнения, он, как это за каждые бочки, затычка. Вот везде он просто, везде он вставляет свои 3 копейки. По любому поводу. Вот ему проповедовать, это мое. Он приходит в Харе Кришну, проповедует, ой, это как раз про меня. Я хочу быть гуру, я хочу людям давать глаза, чтобы они видели реальность. Видите, какой момент интересный? Вот кому не надо, у них есть желание всем рассказывать истину. И вот смотрите, уловили, да? То есть чем меньше человеку можно сказать, тем больше он хочет говорить. И тот, кому реальное, что сказать, он вообще не хочет говорить. И вот в Харидасе Токуре это всё вместе сплелось. То есть он реально может говорить, и обычно такие люди не говорят, они не вправе кого-то получать, там, с высоты. Потому что каждый раз, когда мы кого-то получаем, значит, что я автоматически становлюсь старше, а они становятся младше. То есть я, у нас субординация вот такая появляется. И получается, что Харидасе Токуре всех принимает как своих слуг, как можно слуга наставлять господ. А те, кто господа, им нечего сказать, они всё время говорят. И вот мистика вот в этом. Это у Харидаса Токура такая мистика. Хотя он всех ниже, при этом по приказу Господа, как служение, он начинает рассказывать о сознании Кришны. Вот это что? Это Махабагавата. И с одной стороны, этот текст описывает качество этого Махабагаваты. С другой стороны, Шига Прабхупада комментирует это не как признаки Махабагавата, а как саддану, которой должны заниматься те, кто ещё не достиг совершенства. И саддана, Высший Паниша, точно такой же принцип использован, когда комментируют шестой и седьмой текст. С одной стороны, там описано качество Махабагаваты, что он не завидует, так как он видит Бога повсюду, то признак этого божественного видения, что он никому не завидует, нет злобы никому. Но при этом этот же текст можно использовать как практику, чтобы человек осознал Бога повсюду, ему нужно учиться не завидовать. И точно так же этот текст можно рассмотреть, что да, это признаки Махабагаваты, он ниже всех, но при этом он всё равно служит другим, служит другим, как гуру служит другим, помогает другим. Но как садана это будет заключаться в том, Шива Прабхупады говорит, что человек повторяет свои круги, как минимум 16, это большого труда не составляет, по мнению Шива Прабхупады, который знает, о чём говорит, не составляет труда, и при этом он не сидит на месте, он ещё делится этим сознанием Кришны другим. Вот это называется садана. Быть может, мы не проповедники, а мы не проповедники, проповедник — это харидаса такой. Шива Прабхупада — это проповедник. Мы помощники проповедников. Наша задача, если мы начнём проповедовать, это неправильно. Чего нам сказать-то? Ну кто достиг Кришны Примабхакти из вас? Вы всё равно об этом не скажете на камеру. Кто-то не скажет, потому что нет, кто-то не скажет, потому что неудобно, кто-то скажет, потому что есть, но как бы об этом не знает. Поэтому в любом случае нет. Поэтому, смотрите, нету вот этого всего. Нет этого. Нет. Поэтому у Шива Прабхупада есть. И мы помогать ему в его проповеди должны. Но чтобы мы нормально помогали, вот представьте, вы решили, ну вот кто-то, повар, решил приготовить вкусный пир для нашей намахады. И у него есть инструменты. Что нужно, чтобы приготовить пир? Нужен нож, да? Правильно? Нужен нож, нужна мешалка какая-то, котёл. И вот представьте, представьте, вы пришли на кухню. Здрасте, говорите, инструменты. Они говорят, черпаки вот так вот покланились. Ну что, будем готовить? А они говорят, будем готовить. И вы берёте нож. То есть ваша миссия – приготовить вкусный пир. Вы берёте нож, а он стал таким мягким, как пластилин. И вам надо, значит, резать картошку. Вы пытаетесь резать картошку, но вместо того, чтобы аккуратненько всё нарезалось, всё равно как-то вы её помяли. Потому что, ну, так целиковую картошку в сабже, ну, не очень. Но так вы её так вот надавили этим тупым ножом, и как бы силой своей, так чуть-чуть раз она хрустнула. Говорит, ну, ладно, кинул туда, как есть. Понимаете? Вот нож может сотрудничать с поваром, а может не сотрудничать. Повар всё равно как-то там найдёт способы, ну, там как-то раздавит это, не знаю. Но ему будет много усилий, ему нужно будет много усилий, будет всё застревать, всё будет как-то вот… Ещё и огонь решил как-то похолоднее стать. Как-то вот, ну, что-то вот я так чувствую, сегодня надо похолодней. Ребята, ну вы чё вообще? Мы опаздываем, нам надо готовить. А они говорят, ну, мы как-то вот так. И вот точно так же мы с вами, если мы говорим о том, что мы хотим благодарность проявить шили праупаде. И ладно, да уговорили нас, что мы не проповедники, но надо же помогать. И надо быть хорошим инструментом. Ну, вот насколько это возможно в нашем случае. Что если нож, то резать нормально, если черпак, то зачёрпывай, если бизнес, то ну бизнес, если лекции читать, то лекции читать, если записывать их, ну нормально надо их записывать. Понимаешь? Нормально! Лучше, чем лектор говорит, надо записывать. Ещё добавлять туда надо. Согласны, да? Поэтому давайте мы рассмотрим этот текст. Рассмотрим этот текст как садану, да? То есть какие качества в себе нужно развивать, хотя бы стремиться в ту сторону идти, для того, чтобы Шива Праупада мог использовать нас в своей проповеди. И здесь говорится, ещё раз, два качества. С одной стороны, Харидас Такур сам повторял святое имя, сам повторял святое имя. И второе, Он делился этим сознанием Кришны, святым именем, с другими людьми. Две больших темы. То есть смотрите, самому ещё надо повторять. Мы сейчас будем говорить, что значит повторять самому. Но есть ещё вторая тема, как ещё эффективно то, что у вас есть этим делиться. Учитывать там уровень людей, как это всё красочно, нормально делать для других. Это отдельная сфера. Но перед тем, как делиться, сначала нужно помедитировать, чтобы повторять святое имя. И повторение, вам же ещё интересно, я надеюсь, не только оператору интересно. Очень. Очень, всё нормально. Смотрите, не только вот это повторение, оно из двух вещей состоит. Приготовьтесь, будет интересно. Две составляющие повторения. Одна – это произнесение звуков, а второе – это настроение, в котором это надо делать. Вот в чём нюанс. И если человек просто звуки повторяет, конечно же, в любом случае, благо человек получает. Но это ещё не означает, что он повторяет Хари Кришна мантру по-настоящему. Даже нельзя сказать, что это шаданамабхаз. Что же говорить про шаданам? Может быть, нам аппаратха. И тогда, чем он будет делиться? Тут мне кто-то прислал письмо. Я был, ну, такой яркий, знаете, сильный пример. Пишет одна Матаджа, говорит, «Вот мне прислали вот такое. Вот такое мне прислали. Оскорбляют наших духовных учителей. Оскорбляют наших духовных учителей. Пишут вот такое вот. Я, конечно, пытаюсь понять, что это неправда, наверное, или правда. Я не знаю. У меня беспокойство. Правда это или неправда? Я говорю, неправда». Потом она говорит, «А вот люди, которые мне прислали это, которые это распространяют, они проводят хоринамы и просят меня помогать им финансово, чтобы они проводили эти хоринамы. Нужно ли мне участвовать в проекте этих людей, этих преданных, которые распространяют вот такое про наших учителей? Я говорю, «А как они могут проводить хоринамы?» Если у них нет сознания Кришны. Если оскорбительное настроение. Это что за хоринама такая? Это что они там поют такое? В таком интересном сознании. Уловили, да? То есть петь киртан, устраивать хоринамы, это не просто хореографическое выступление. Шилапрабхупада пел на одну мелодию Харе Кришны. Вообще без мриданги. Там приходили эти наркоманы в этот парк в Америке, которые всю ночь гудели, висели где-то, приходили для восстановления какого-то там чего-то они там восстанавливали. И вот они играли так, как они чувствовали. Вот я вам скажу, как тот, кто ведет киртан, если люди начинают чувствовать там что-то, то очень сложно петь. Теряется ритм там, и как-то тяжело вообще. Хочется бросить туда гармошку, сказать, «Спокойно!» «Без экстаза!» «Давайте ровно попадать в ритм!» А тут толпа людей, которые чувствуют. Всего пропадают два часа, одну мелодию. Потому что это не пение было. Это не пение. Это поклонение. И народ обретал сознание Кришны. Они чувствовали. Не из-за мелодии. Они чувствовали Кришну там. Поэтому для того, чтобы наше воспевание было правильным, необходимо, чтобы было сознание. Легко сказать, давайте сейчас все станем смиренными, слугами Кришны. Классный лозунг. Можно написать на дверях храма. Но по факту это же сложно. Но по крайней мере попытки, попытки идти в этом направлении, они засчитываются Кришной. И третий стих Шикшашники говорит, что тот, кто находится в этом смиренном, настроении, ниже соломы, терпеливее дерево, выказывает почтение другим, не ждет почтения к себе. Вот такой человек может постоянно повторять Святое Имя. Постоянно очень сложно повторять Святое Имя. Потому что мы не можем заниматься тем, что не нравится. Вот не нравится мне это делать, дай Бог хотя бы два круга своих повторить. Как аскезу просто. Что нет вкуса. И поэтому человек начинает придумывать, может что-то еще мне поделать, и еще, потому что вкуса нет. А почему вкуса нет? Может просто не работает ваше Харе Кришна. Но кто-то смотри, повторяет, нравится. Да, действительно. А что ты его повторяешь-то? Что ты там находишь? Говорит, классно вообще. Значит, проблема не в Харе Кришна. А почему-то Харе Кришна мне не отвечает. А оно отвечает на смирение. А вот Харидас Такур, я сейчас почитаю вам историю из жизни Харидас Такура, которая как раз показывает вот это настроение смирения, чтобы как-то вот в том направлении идти. И мне нравится читать из жизни Господа читания, Его преданных, потому что в этот момент, ну, одно дело, когда мы говорим о Боге как о принципе. Вот там в духовный мир, там есть Бог, там есть преданные, и вот они там, у них гармония. И вот ничего не возникает в голове. А как по правде, как в жизни Бог себя ведет? Бог, как Он и есть. Как Он с людьми вообще разговаривает? Как преданные себя с Богом ведут? Там в этой Кришна-лили, в гору-лили, как они здесь вообще общаются? Не схематично какой-то пересказ людей, которые не совсем понимают, что там происходит. А вот как о Чаре нам говорят, как Вриндавандаст Такур говорит, как Кришнадас Кавирадж Гасвами, как Шила Праупада, как Бхакти Сиданта Сарасвати Такура объясняет нам все. Вот понять, как в жизни Бог и преданные общаются, и сколько там смирения. Окей? Почитаем тогда. Почитаем. Это все читания Бхагавата Мадья Лила, глава 10, начиная с 35 стиха, описание того, как этот эпизод, фрагмент того, как Господь Читания проявлял у Домиши Вастакура Махапракаш. Махапракаш, значит, великое явление, он проявлял себя как Бога. Обычно, на спочитании, Гауранга Махапраку, немай пандит, после того, как он получил посвящение от Ишварапури в Гае, и он вернулся, когда, то он проявлялся как преданный, смиренно с Холгавой Шнауф. Буквально до этой поездки он вел себя как такой пандит, гордый своими познаниями, цеплялся к каждому в любой повод для того, чтобы объяснить человеку, что тот ничего не знает в Священном Писании. Он любил спорить, при этом он так спорил, что люди не обижались. Интересный момент. Даже когда он побеждал кого-то, все равно тот не обижался. Вот такой он все равно, эти качества. Бог, ну вот не спрячешь этого, что-то не спрячешь. Но после того, как он вернулся из Гаи, то от этого пандита, который со всеми спорил, ничего не осталось. Он просто стал преданным Кришне, который, знаете, вот в этом состоянии разлуки. Я видел Кришну, он собрал преданных, он говорит, я видел Кришну. И я увидел его, и вот в какой-то момент он раз и исчез. И где Кришна? Вот в этом состоянии, где Кришна находился, Господь Гауранга? Служил преданным, старал их одежду, носил какие-то, не знаю, что там, что можно было носить. Мыл там, вот преданные только не знали, что делать. Они понимали, не чувствовали, что это Бог. Но он в этом настроении. И, ну, если мы слуги, надо поддерживать это настроение. Но он хочет как-то ему как Богу тоже поклоняться. И как иногда, иногда эпизодически Господь Читания проявлял себя как Бога. И вот, похоже, ну, общая атмосфера у преданных стала такой, что всем хотелось ему как Богу послужить. И он раз и проявил 21 час или сколько-то там, вот какое-то есть время, я не помню просто цифру, он был в этом настроении Бога, он сел прям на алтарь в доме Шевастакура. Знаете, вот был смиренный, пахт, и тут сел прям на алтарь и громовым голосом заявил, поконяйтесь мне! И преданные, радостные! Обратите внимание, у нас на алтаре Господь Гауранга не Тянанда, Господь Гауранга, не Саньяси. Преданные не поконяются Гауранге как Саньяси, потому что как Саньяси, ну, что ему предложишь? Тут же Ганананда пытался предложить ему масло и проблемы одни. Поэтому преданные поконяются ему как жителю Нади, да, на Вадвипе, потому что ему можно предложить. И вот он еще говорит, я Бог, да вообще. И они радостью стали предлагать всякие подношения, омывать его стали. Там, из Ганги воду, то есть сначала Махабхишеку провели, потом стали кормить его, все стали, все стали приносить. И Господь, отвечая на это служение, каждому из преданных стал показывать, стал показывать ту форму, которой он похороняется, которой этот преданный похороняется. И мало того, что стал показывать, он стал еще и как бы вспоминать, как он проявлялся в его жизни. И вот этот эпизод, когда дошла очередь до Харидаса Такуры. Вот давайте это почитаем и посмотрим на примере этого фрагмента, как, что означает смиренность себя вести. Вот в какую сторону лежать надо вообще. 35 стих, 10 главы, Мадья Канды, Шичи Тани Бхагаваты. После этого Господь милостиво позвал Харидасу и молвил, «О Харидас, узри же мою форму, ты дороже для меня, чем мое собственное тело, а у Кришны тело и душа это же одно». То есть, можно сказать, «Ты дороже мне, чем я сам себе. Без сомнения, я занимаю то же положение, что и ты». Ну, опять вспоминаем, да? Кто одинаково смотрит после посвящения, значит, после того, как человек предался ему полностью, Кришна отдаёт себя этому человеку, на равных просто воспринимает. И он тут говорит об этом. «Ты дороже, чем мое собственное тело, я занимаю то же положение, что и ты». Воспоминание о множестве страданий, которые причинили тебе яваны, разбивает мое сердце. Слушай, Харидас, «Когда яваны били тебя в различных деревнях, я видел твои страдания и спустился с Вайкунхи с диском в руке, чтобы искром сать их всех на куски. Тем не менее, ты пожелал благоденствия тем, кто едва не убил тебя пытками. Ты пренебрёг изуверскими побоями и пожелал им благополучия. Смотрите, как реагирует Харидас такой. Вот интересно, зачем Госпочитание ему напоминает эту сцену? Как вы думаете? Зачем? Говорит, помнишь, Харидас, как тебя били эти яваны? Чтобы мы увидели пример. Еще? Ну-ка. Вы говорили, что когда-то с Мириной, что Макдон проповедует, если он не может, то это может быть, то это может в связи с этим как-то. Еще? Сейчас про эмоции, про отношения. Сердце Харидас растопить, близко. Ну-ка. Может быть, он хотел напомнить, что в тот момент он был рядом. Да-да, это сейчас будет. Но зачем он ему хочет это напомнить? Прославляет его так. Смотрите, преданные, смотрите, важный момент. Господь любит он только что сказал, что твое тело, мое тело одинаково. И это означает, что он постоянно служит своим преданным. Постоянно. Но когда мы любим кого-то, он потом говорит, а вот я для тебя вот это сделал. Это подождите, что за любовь такая? Зачем ты говоришь об этих вещах, если ты просто любишь другого человека? Когда люди говорят о своей любви вслух? Когда признаются в любви? даже когда люди начинают какие-то отношения, оно как бы понятно, да, ведь? Но в какой-то момент человек там как-то начинает говорить, я тебя люблю. Дай же. В какой-то момент это происходит. И здесь Господь Честа не говорит, признается в любви Харида Су-Токору. Он говорит, вот такие близкие отношения, говорит, ты, я же там был. То есть, вот так ты для меня дорога Харида, вот так. И я туда пришел с Вайкунхи, с чакрой, хотел уже их, естественно, покромсать. И теперь другой момент. Вот скажите, Господь Нарайна вот видел издевательство вообще, в принципе, как Параматма, Он видит. Вот сейчас, вот в данный момент умирает люди насильственной смертью. Сотни, может, тысячи людей в данную секунду умирает. И Бог это все видит. Может, у него черствое сердце? Нет, говорят, на всякий случай, Кришнаиды. Значит, он все чувствует, что они чувствуют, так ведь? Почему не вмешивается? Потому что он знает, что для них карма, вот этот момент, это то, что поможет им. То есть, закон справедливости. Человек сам что-то с другим, он сам убивал, ему нужно пройти через этот опыт. И при том, он не стена, которая все равно, что там происходит. Знаете, вот возле стен, там за стенках кого-то убивают, а стены безмолвно стоят. Кришна живой, ему больно, он чувствует, он ощущает, но он понимает, что это для их блага сейчас. Законы кармы им устроены. Почему же тогда он вмешивается в жизнь Харидаса? Что, он не видел такого, что ли? Но Харидас преданный. Те люди, они по закону справедливости всем. И он, это, наверное, только, конечно, параматма, она не проявляет этих эмоций, но в комментариях Шилы Праупады параматма проявляет, эмоции. В 13 главе Бхагавадгиты, когда описывается это упадражта, ануманта, вот этого, да, эта тема, 13 главе, да, 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 там Шилы Праупада в комментарии говорит, что параматма переживает. Параматма официально не переживает. Это такая форма беспристрастного судьи, но в комментариях Шилы Праупады она переживает. У нас был отдельный такой философский спор с одним предным по этому поводу, но комментарии так вот говорят Шилы Праупады. Поэтому Параматма видит, чувствует, но там справедливость, там, хотя и она переживает, но для этих людей справедливость важна, для их развития. Но когда человек становится преданным и он говорит Кришна помоги или даже не говорит Кришна помоги, он не говорит Харидас Тагур говорил Кришна помоги? Нет. Как он воспринимал? Кришна, ты все правильно со мной делаешь. Ты со мной все делаешь правильно. Он говорит, как правильно? Как правильно? Я против этого всего? Это все неправильно. что они тебя сейчас бить собираются здесь и он лично так как он к лично к нему даже не обращается он просто лично от него зависит то не как параматма не как принцип как справедливость а как верховная личность богу он начинает переживать за него его не хочет беспокоить для своего при этом узнаю что сейчас для того чтобы этот предан стал ближе ко мне надо сделать вот так в этом любовь бога она отличается от любви благостного человека благостный человек переживает за всех и хочет дать этим людям комфорт для их тела ума для спокойствия даже освобождение от страданий но кришна любовь кришне к другим дживам проявляется в том чтобы вести себя с ними так чтобы они еще больше влюблялись в него то принцип поэтому в этой ситуации он понимает надо это кончать и он пришел чтобы это все закончить а харидас такой говорит не трогай этих людей не трог вообще не знал что он там брызгарит он просто ничего не говорит он просто принимает все это справедливо потом он докажет что я совершил нам аппаратку и за эту нам аппаратку то есть преданный когда страдает никогда не считает что это нечаянно случайно что это какая-то лила что это ошибка что на моем примере кого-то учат все через меня сейчас бага в этом проявится вообще так не думает вопрос грит это все справедливо за грехи я должен страдать еще больше чем сейчас и господь читает игры нет не должен ты страдать за грехи хочу разорвать их они говорят а он ему говорит в уме не трогайте их людей и он не может их тронуть потому что преданный говорит не трогай их но смотреть как они бьют его он тоже не может уйти не может смотреть на это не может и он лег на его спину и принял все эти удары на себя в этот момент я читаю когда вот этот момент я думаю это чего харидас такой сейчас через несколько стихов упадет в омурок я думаю а нельзя было просто матрас положить но какие проблемы вообще какие проблемы положил матрас или знаете заразил их коронавирусом или но взорвал им что-нибудь там вот я не знаю нечаянно что-то упало бы сверху и не а вот знаете почему потому что кришна к своим преданным он только лично однажды акбар подверг сомнению вот это вот идею о том что бог лично вмешивается в жить с преданных он так и высказал бирбалу своему секретарем индусу или тут у вас тут такие у вас эти мифы все и вот с какой радости вот этот он лично у него же вот есть телефон может позвонить кому надо там разберутся и бирба устроил интерактивные такое занятие для акбара он подговорил одну няньку и эта нянька я был в этом акбарском красном форде огромные просторы то есть не трехкомнатная квартира и даже не дом то вы знаете опыт там допустим комната и царицы да вот такой домик не и я говорю а где там ну как бы вот ну там гостиная это вот так вот она там такой знаете такое вот поле просто это же все их гостиные так это типа спальню да да это спальня а вот это вот это вот их они тут живут и вот он значит там этот бассейн здесь слуги акбар сидит его как-то там омахивают услождают что-то танцуют сидит этот бербау рядом и нянька с ребенком акбара проходит и нечаянно подскальзывается и роняет ребенка в бассейн акбар прыгает в бассейн вытаскивает ребенка оказалось что не ребенок кукла он в гневе просто а бербал ему спокойно говорит что же вы государь не позвали ваших стражников все что не позвонили ты никому ценен для вас ребенок это вы сами прыгнули туда иван господчитание он может и мог бы кого-то там на района мог бы кого-то попросить но никогда было думать понимаете слишком дорог для него хренас поэтому он стоял не знала порвать нельзя уйти нельзя больно смотреть он лег показал но полки господчитание показал эту спину свою и харидас такур давайте дальше посмотрим он говорит да он говорит когда ты молился бы кроме других косвенных причин побудивших меня появится мой приход ускорился потому что я не могу терпеть муки а вот вот еще извиняюсь это 44 стих из-за твоего решения я не смог снести им головы когда я увидел как сильно они избивали тебя я вернулся назад и тогда я перенес все побои на свое собственное тело вот следы я тебя не обманываю кроме других косвенных причин побудивших меня проявиться мой приход ускорился потому что и не мог терпеть твои муки смотрите в чем логика почему он пришел потому что он смотрит как преданным тяжело здесь живется какие-то невежественные дураки просто святых истязали поэтому надо прийти и объяснить народу в чем счастье чтобы они перестали быть невежественным то есть господь читание аббатара господа читания на его снисхождение не убивать грешников а убивать их демоничное сознание то есть делать из них святых людей поэтому он говорит косвенно и разные причины еще одна причина почему пришел я хотел изменить этих людей которые такие дикие что кидаются на святых чтобы они перестали быть таким ли не чтобы ты нормально жил чтобы тебе не было трудностей с такими людьми вот чудо да он дальше говорит господь это уже бриндаван дастакур говорит господь мастер прославление своих преданных чего только он не сделает или не скажет ради них ради своих преданных господь может проглотить пылающий огонь и по своей сладостной воле он становится слугой преданных для господа кришна нет никого дороже преданных во всех вселенных не сыскать ничего чем бы он дорожил больше любой кто вы оказывает неудовольство услышав имена таких преданных кришны исполнен греха и по законам проведения проклят о братья пусть преданные будут полной полной усладой для ваших глаз и услышьте что сказал гаур хари харидас теперь как реагирует харидас на это признание любви господа читаем который показал ему вот эту в тип обои на своей спине который рассказал что это так все происходит какой как он был в замешательстве не знаю что делать как реагирует харидас как нормальные люди реагируют когда для них что-то такое делают как они что они испытывают благодарность как минимум благодарность смотрите как реагирует харидас выслушав эти слова из уст сострадательного господа харидас тут же упал на землю лишившись чувств вот вы чувствовали когда-нибудь жизни благодарность кому-нибудь и вас вырубала от этого сразу вы теряли сознание этой ты 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 этой интенсивности эмоции было такой и бабах все вот у харидаса такурова так и чем больше человек по ним и мы сейчас увидим насколько как о себе думает харидас как смиренно себе думает харидас и чем меньше о себе думать человек и чем больше он был понимает величие другого тем больше он испытывает благодарность на самом деле благодарность это начало уважение благодарность любовь бескорыстное предание полное предание на то что испытал харидас так вот и это столько сильно было что он потерял сознание тело не выдержало про затем господь а когда он потерял связь с внешним сознанием и погрузился в океан экстаза его дыхание остановилась дыхание остановилась затем господь сказал вставай вставай мой дорогой харидас узримую форму к радости своего сердца посмотри на меня на своего бога к радости твоего сердца слова господа привели харидаса в сознание но слезы с такой силы хлынули из его глаз что ничего не мог увидеть я не знаю вот вот это и жизнь понимаете вот это жить вот это эмоции харидас катался по всему двору он тяжело дышал то в следующий момент терял сознание харидас был переполнен экстаза несмотря на попытки господа читания успокоить его он был безутешен мой дорогой без фамбара и сейчас харидас когда будет говорить мы можем понять основу его экстаза то есть почему он так реагирует почему такие сильные переживания каково сознание харидас такую и куда нам развиваться то вообще не в то что я там буду темы вот этим вот этим можно быть но никогда никакого экстаза никогда не будет может быть популярность может быть материальные какие-то восхождение но вот экстаза никогда не будет и он говорит о господь вселенной пожалуйста смилуйся на моей грешной душой я преподаю к твоим стопам у меня нет хороших качеств говорит харидас такой человек в экстазе просто бог лично о нем заботится покорен его качествами он говорит у меня нет никаких хороших качеств что за человек такой вот проповедник понимаете я падший рожденный вне каст вспомнил все что он вне каст что он падший как я могу описать твою слову как я буду прославлять тебя я не смогу меня нет слов чтобы это описать у меня тупое сознание не могу понять твою величие твою сладость я падший грешник нет хороших качеств и на самом деле он по правде так думает именно поэтому кришна от него с ума сходит что он так думает они в духовном мире все такие и кришна точно такой же потому что невозможно бескорыстной любви если кто-то думает о себе что-то потому что если я тебе что-то думаю то я ожидаю что люди это поймут понимаете и они будут соответственно себя вести моим ожиданиям и чем более гордый человек тем больше он ожидает от других людей помните этот стих из 17 главы да божественные демонические натуры 4 стих бхага магиты там описано качество демонических людей гордость высокомерие тщеславие грубость насилия и от поэтому гордость всегда связана с тем что я жду что-то от других и вот какая любовь если я что-то жду а нет гордости ничего не жду поэтому все что происходит уже милость круто и кришна такой же кришна точку они все там духовной мере такие поэтому то что говорит харидас токур это это и есть духовное сознание also you подожди подержит но вот так он не так такой же степени но а поэтому и здесь так не до такой же степени и будем здесь пока ни до такой же степени а вот они вот и такой степени он понимает что все что есть какие-то качества и все остальное там вы доме мне кришне сам кто я даже не пошли никто просто меня нет и кришна сейчас мы увидим он будет точно так же говорить сейчас увидим говорит как я же не разбираюсь как я могу тебя описывать и потом и начинает описывать он горит я не разбираюсь не могу описать начинает описывать только от одного взгляда на меня человек становится грешным а коснувшийся меня должен совершать омовение как я могу решиться прославить тебя и потом говорит ты провозгласил тебя прославляет кришну смотрите за что он кришну прославляет не за его красоту ну вот как бы какое-то великолепие кришна и ты знает за что прославлять они самую точку просто смотрите сейчас самое главное качество приготовились у кришны ты провозгласил что никогда не оставишь того кто помнит твои лотосные стопы даже если он ничтожнее насекомого но величайшие стареи лишаются твоей поддержки если забывают от выход из на стопа какой самое главное кришны качество он здесь замечает любит своих плененных даже если они как насекомые даже если насекомые знаете там ползают этот раз харе кришна и кришна что там даже вот это соната многославия в него он в канаву готов прыгнуть кстати он так и сделал помните как варахадев ради служения кому он послужил а кто хотел чтобы земля брама творил и там нужно было вот и как бы брамов а где а как и господь нырнул в эту ниже низшие миры так так экологично это скажем чтобы вытащить эту землю чтобы господь брама мог заниматься своим служением круто же говорит вот что в тебе самое ценное если преданный помнит о тебе то неважно кто он внешне с язвами не с язвами умный глупый иногда преданные переживают я не знаю наизусть волки а я не могу то а я вот такой вот это кришне все равно все равно всегда будут люди которые выше нас до всегда будут выше нас но телефон у кого-то будет лучше всегда даже если вы на брама локу попадете у другого брама у которого 10 тысяч голов у него круче телефон всегда будет зависть всегда на любой планете невозможно найти такое место где нет зависть всегда будет в этом мире всегда поэтому преданное место того чтобы но как бы вот на это я то не могу это так кришне все равно ты что-то можешь делать да делай это для кришне вот это для кришне ценно разве можем чем-то удивить своими калиюшными продуктами своим тупым интеллектом как кто мы такие но кришне даже если это насекомое а мы вот к этому уровню насекомых но если это насекомое помните кришне то кришна лично начинает об этом насекомых заботиться а если он супер брама но у него нет сознания кришне кришне все равно параматмы этим занимается законы кармы этим занимается и теперь смотрите он говорит у тебя такое качество ты провозгласил и ты это делаешь что тот кто помнит твои лотосные стопы даже если уничтожен насекомого ты никогда не оставляешь сокрытая ва пропанас пропана из того смотри это вас преди таячие або ям сар вода тасмой дадамит от врата мама это рама провозглашает что если человек один раз скажет к рама я твой то я буду заботиться об этом человеке защищу его от всех страхов это одна из дикша мантры 6 сам продай нам объясняли то теперь смотрите после этого харидас такур приводит доказательство того что если человек помнит то кришна лично вмешивается и несколько примеров и шастра прям доказывает что кришна прям действительно так делает сначала говорит что ко мне не имеет отношения потому что я тебя не помню но те кто действительно помнит ты реально вмешиваешься и он приводит пример первый пример это дурёда на дух шасана привели в царское собрание драупади попытались раздеть ее она оказалась в беде вспомнила тебя и благодаря ее пометованию ты вошел ее в саре вот доказательство вот найти прям как в суде вот пример она вспомнила и ты стал ее саре потом дальше он говорит порвать и однажды окружили ракши си я не знаю этой истории какая-то история есть и собрались сожрать ее она вспомнила тебе и благодаря пометование ты появился чтобы наказать этих ведьм и освободить эту великую ваще нами но я так греховен что я не могу даже помнить тебя хоридасты кур говорит на матчаре хоридасты кур я так греховен что я не могу помнить теми поэтому мой господь пожалуйста дай мне приближище у твоих кот и стоп смотрите какая потрясающая вещь он сам говорит если человек помнит ты тогда заботишься я не помню мая но твоя забота мне ну не положено но я все равно на твою заботу полагаюсь а шабанда безнадежная надежда называется признак чистой преданности он считает что я вообще не квалифицирован ни с материальной не с духовной точки зрения но я все равно на тебя надеюсь потому что ты милости вот так он думает о кришне я пропущу несколько моментов и дальше он говорит я совершенно лишён памяти от выход из на стопах и все же господь не оставляй меня хотя не помню все равно меня оставляй и я хочу попросить у тебя только об одном хоридасты кур закончил свои молитвы и молитва заканчивается тем всегда заканчиваются просьбой совершенно преданный заканчивать просьбы и господь господь читания слушать это все он слушает потому что это проявление то есть он признался любви с харидас доктору харидас доктор признается любим и он слушает но и он уже ну как бы ну как бы дальше то что дальше что я могу для тебя сделал говорит я хочу попросить тебя только об одном и ни о чем больше Господь читания не выдерживает. Говори, говори же просто, проси, что тебе угодно. Нет ничего, что я не смог бы дать тебе. И вот всю дорогу Харьи Дастакура говорит о памятовании. Приводит примеры того, как Кришна спасает своих преданных, которые помнят от него. Какую логичную можно ожидать просьбу от Харьи Дастакура? Всегда помните. Да, то есть я хочу, вот я не помню тебя. Смотрите, он говорит, люди помнят, и ты их спасаешь. Я грешник, не помню. Я не могу даже помнить о тебе. Логично, хочется сказать, я хочу, поэтому помните. Помоги мне помнить о тебе. Давайте посмотрим, что Харьи Дастакур просит. Наша логика сработает или нет? Давайте посмотрим. Молитву на схожив руки Харьи Дастакура сказал, хотя я лишен удачи, у меня есть огромное желание. Пусть остатки трапезы слуг, поклоняющихся твоим лотосным стопам, станут моей пищей. Пусть это от рождения к рождению станет моим преданным служением. Пусть прославление этих остатков еды станет моим единственным занятием и обязанностью. Моя жизнь греховна, и потому я лишен пометования тебе. Будь милостив, сделай мою жизнь совершенной и позволь мне принять в пищу остатки еды твоих слуг. Где логика? Как связана память и остатки еды слуг? Да. О чем мы помним обычно? Люди, вы о чем-то помните? В принципе, что-то помните? Что у вас чаще всего всплывает в вашем уме, в вашей памяти? Что всплывает? Просат – это конкретно. А в общем что всплывает? То, что не даже важно, а то, что нравится. К чему привязан? К чему привязан, то и помнят. Почему не помнят? Не привязан я. Почему Кришне не помнится? А не привязан я к нему. Поэтому и не помнят. Мы пытаемся развить привязанность, но если, когда она есть, то не нужно человека, знаете, в духовном мире человеку убеждать, там, в какой-то манджаре надо помнить, а Кришне, ты понимаешь? Ой. Конечно, они скажут, что я не помню, надо больше, но это уже как бы баба там. Но они 24 часа в сутки. Вечность они помнят. Почему? Привязанность. Нужно ли вам говорить, помните о своем теле, будь осторожен, будь аккуратен с телом? Это естественно. Понятно, что... Не знаю, не потеряйте свою машину. Вы там не забудьте, когда пойдете, машину не забудьте. Как он машину забудет? Я был у одного моего друга, и мы с ним общались, а ребенок спал. Ребенок спал, ему 5 лет мальчик. И тут мы рано просто общались. И ребенок просыпается, говорит, папа, а ты купишь мне новый свитер? Разноцветный вот такой. Чему приснилось вообще непонятно. Это первое, чем он спрашивает, как приснился. Купишь мне свитер? Помнит. Важные вещи в жизни. Поэтому смотрите, о чем просит Харидас Токур? Привязанность. Потому что, если есть привязанность, то память автоматически придет. А у кого привязанность? У преданных. Тогда окей. А при чем тут еда и преданные? Остатки их еды и преданные? Сознать через преданные? Сознать. Ну вот мы знаем эти все кармические связи, что сознание находится в этой еде. Соответственно, если мы едим, то сознание переходит. Это как бы техническая вещь. Есть их остатки, это как бы себя принизит. Правильно. Правильно. Потому что, если вот тут сидят вайшнавы, и сейчас вот начнется. Кто-то подходит, вот я хочу привязанность к Кришне обрести, для этого кончается там время, да? Ну поменяй, если что. Если я хочу привязанность, надо взять еду с тарелки этого вайшнавы. Я подхожу, прям говорю, раз там этот тортик, особенно я выбрал еще, что надо взять. Выбрал. Ты куснул? Окей, давай сюда. Я вот так ем, и он смотрит на меня, ему плохо. Я говорю, ну ничего, 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 ничего. Главное, я милость получил. Вот это так не работает. Потому что, если я ем остатки еды, то означает, что я признаю кого-то. Учителем, мужем, и так далее. родители, старшие. Если это учитель, то означает, что я должен вести себя так, чтобы он был доволен. Если мое поедание при нем, Махапрасада, его расстраивает, то никакого эффекта от этого не будет. Потому что он же недоволен, я его расстроил. Так же ж? Махапрасад же это живая личность. Мы так не рассматриваем. Это не автоматическая вещь. Пыль со стоп, черинамрита, просад. Если бы все так механически работало, то у нас тут в алтарной вместо проповедников, которые приезжают, стоял бы просто сундук с пылью. И мы просили бы их становиться в этот сундук, давали бы им пожертвования, уезжайте. И потом просто, знаете, люди приходят, и мы прям посыпаем их. А потом даже службы бы такую сделали по интернету, в пакетиках. То есть вместо слушания лекций, просто пакетик приходит, человек сыпет, и пошел на работу. Все нормально. Но это же личность, есть такая личность, Браджарену. Браджарену. Видели Браджарену? Есть такой преданный, живой человек. И вот это означает, что если я к этой личности как-то по-хамски веду себя, то эффекта будет мало. Поэтому, когда говорит, когда он просит о еде, да, от вайшнавов, речь идет о том, что он признает этих вайшнавов своими гуру. Я хочу у них учиться сознанию Кришны. И слушать от них Кришны Катху. Вот о чем здесь речь. Вот о каком благословении. И, естественно, это не отменяет Маха Прасад. Не отменяет. Но добавлять туда надо настроение и понимание, что в нем ценного есть. И чему я хочу у него научиться. И потом, теперь приготовьтесь. Вот как вы просите у Бога, уже так, знаете, прям так, скукожили. Хочу все время только остатком Прасада, Маха Прасада, поклоняться. И как прям уже такой подвиг как будто я совершил уже. Это, наверное, не очень, да? Я сам хотел выбирать, что мне поесть. А тут будут какие-то остатки мне давать. Прямо ум, материальный прям плохо стал от этой идеи. Но я такую аскезу вот совершил, вот прям попрошу этого. И вот он, как бы вот мы попросили. И как, как, как будет чувствовать материальный ум? Какой я молодец вообще. Вот такую серьезную вещь попросил. На такую великую аскезу я вообще решил пойти. Как Харидас Токур реагирует? Послушайте. Он говорит, я думаю, что с моей стороны оскорбительно просить такого высокого положения и не имея образования. Прости мне, Господь, прости мне, человеку подобному мертвецу, это оскорбление. То есть он попросил, есть только остатки вайшнав. И потом говорит, Господи, я оскорбление совершил. Я попросил у тебя, нахально попросил у тебя такое сокровище. Вот это кришнаиты. Вот они такие. И теперь смотрите, какой он выход нашел. Харидас такой. О сын Шачи, о дорогой Господь, пожалуйста, будь милостив, и пусть я стану собакой в доме преданного. Что собаки, они оскорбления не совершают, они как бы едят объедки как бы без проблем. Это их еда. И никто не будет обижаться, никто не будет считать, что это как-то ненормально. Вот это Харидас такой. Окей, теперь как Бог реагирует? Дальше говорится. Чувство любви, это Харидаса такой говорит. Чувство любви и преданности Господу перепогнали Харидаса такура, хотя он много раз со смирением молил Господа, его желания оставались ненадотворёнными. Он никак не мог выразить свою любовь через все эти просьбы, никак не мог. Теперь Господь говорит, слушай, мой дорогой Харидас, тот, кто проживёт рядом с тобой хотя бы один день или поговорит лишь одну минуту, а в читании череда Амрити говорится, что тот, кто даже помнит о Харидасе такой, помнит о нём. Поэтому мы вспоминаем каждый день. Безусловно, достигнет меня. В этом не может быть никаких сомнений. Он говорит, я падший. Он говорит, если люди просто с тобой соприкоснутся, они очистятся. Они не просто очистятся от кармы, они ко мне придут. Настолько ты свят, Харидас. А Харидас думает, насколько я падший. Вот такие у них. Теперь смотрите, тот, кто почитает тебя, тот уважает меня, потому что я постоянно пребываю в твоём теле. Благодаря таким слугам, как ты, распространяется и растёт моя слава. То есть люди влюбляются в Бога благодаря таким слугам, как Харидас такой. Потому что, когда они о Боге рассказывают, сектанства не возникает. Ненависти к Богу не возникает. Люди начинают в Бога влюбляться, потому что Харидас вот так о Кришне рассказывает. Благодаря таким, как ты, моя слава распространяется. Харидас сам киртана распространяется говоря тебе ты навечно приковал меня к своему сердцу и дальше он говорит ты не допустил непочтительности он говорит я оскорбление совершил попросив это говорит ты не допустил аппарат хи не по отношению к вася вам не по отношению ко мне поэтому приготовьтесь я награждаю тебя кришна прямо бхакти преданным служение теперь смотрите можно сказать ну вот и кришна ему дал кришна прямо бхакти а мы не понимаем что это означает ну как как что ну как бы вот тут прямо бхакти вот человеку дали не когда я кришна кому-то дают прямо бхакти он отдает себя и становится скугой своего преданного одно из качеств чистой бхакти и шри кришна каршане что она притягивает кришну и кришна просто отойти от человека не может вот у нас есть ошейник за которую нас кришна по идее должен держать вот у кришны тоже есть там говорится что преданные богу там есть такое ожерелье из жемчужин это преданные то есть у кришны тоже из катхималы это его преданные и вот когда он говорит когда харидас вот так себя отдает ему то восприятие говорит кришна прямо бхакти тебе потому что знаете если там у того нет такого настроения отдашь себя кому-нибудь да и потом не соберешь а бог тоже навечно кому-то себя отдать что потом створение будет если я себя не соберу после этого всего поэтому вот только проверенным людям которые вот такие смиренные он отдает и бояться не надо такого ночь и кришна отдает себя и преданные друг друга себя отдает но в этом поражении друг другу нет поражения это победа когда господь наградил этим благословением харидас татакура над собравшимся в прокатился бурная джай джай и так эта история в чем идея еще раз что мы говорили с вами о том что в этих в этом тексте описано два качества харидаса татура великого гуру великого вайшнава и мы говорили что быть гуру означает помогать людям чтобы помогать людям два качества человек сам повторяет святое имя повторяет святое имя означает у него правильное настроение и второе он еще делится этим с другими людьми и вот если он делится с другими вот таким хари кришна то тогда у людей все проблемы закончится баланс ценностей наладится единство окей война пройдет кармические реакции все хорошо будет но для этого нужно этим обладать и харидас татакур как маха бага вот этим обладает но также это то что можно развивать в себе и поэтому мы взяли только одну часть отдельная часть как красиво доносить до людей творческие сознание кришны но более важная часть как самому обрести сознание кришны и для этого нужно настроение смирения и вот этот весь отрывок из этой лилы только для того чтобы мы посмотрели как как боги и чистые маха бага вот и себе виду никто там не гордится никто не гордится и на практике их как это может проявляться у нас начать хотя бы с элементарного уважения хотя бы просто принять что другое имеет право на существование что что-то сделать для вайшнавов сотрудничать вместе в миссии не ждать почтения к себе или так хотя бы меньше его ждать хотя бы как-то принять что но не обязаны люди тебя почитать там как кого-то да вот эти небольшие усилия в этом направлении уже будет то что называется идти по стопам харидаса такура уже будет в этом направлении и это поможет нам участвовать в миссии шилы праупады помогать нашему великому ачаре и проповеднику шиле праупаде его спасению мира харе кришна спасибо вам за терпение у нас час же победа а еще 10 минут до если есть что-то что хочется спросить давайте обсудим стопроцентные шансы стопроцентные милость доступна да вот мы как раз попали под раздачу да да это вот как раз об этом нет даже все эти 7 миллиардов они им тоже это милость доступна преданные распространяют послание господа читаний говорят о боге как о личности говорят об этих вещах миссии с кон в этом поэтому все это доступно для людей другой момент насколько люди принимают это вот этот другой момент и тут тут да тут не все принимают не все готовы не все хотят но доступность есть для каждого вот так вы даже получите больше чем господь шива что господь шива не может войти в раз алиу он охраняет раз алиу самые главные из гопи как это гупешвара повелитель гопи ему прям такой дали титул повелитель гопи самый главный вот охраняй здесь все потому что у него у него такая природа он шива он не может стать он не вот такая конституция но каждый из нас по милости господа читаний может войти в раз алиу шива не может вы можете войти круто вот так другой момент прилагаемые ну держимся за эту веревку веревка спустили ее в колодец но глубоко в трубе просто и там скользко и холодно и мерзко пахнет и сами мы пытались вылезти все время споскальзывались и падали вниз эту значит веревку спустили но надо же что-то делать вот понятно вы не вылезете но держаться то надо за веревку и нет и не раскорячиваться в этом в этой трубе в этом колодце чтоб ну как бы удержаться в чтобы там держаться за все не надо держаться этом предные я не знаю был такую такая игра была там нужно было как-то поддеть эти игрушки и они выскальзывают каждый раз выскальзывает над как ты и так вот поддеть господь читали думает как бы вот так вот обвернуть сиев что фото хоть если сам не держится но хотя бы хоть чуть-чуть его поднять а потом глядишь и держаться будет легче будет тостить тащит тащит и он раз там опять руки опускают бах вниз но благо на этом пути нет потери ты не совсем точно налоги они совсем уж вниз он падает но мы живы и нас никто насильно в духовный мир не заставит прийти поэтому вопрос наших усилий также учитывается принимаем мы не принимаем и до какой степени у нас есть вот на такой степени надо стараться хоть сколько хоть сколько надо стараться кришна увидеть что мы стараемся и даст больше нас больше возможности больше вдохновения самое главное что он даст больше возможности принимать от преданных сознание кришны это даже не вопрос каких-то внешних условий а именно принятие кришна катхи и всего остального вот так я отвечу как нужно заботиться о теле чтобы это было благом для нашей проповеди до сознания кришны вот такая тема я не врач вообще я могу точно сказать что о теле надо заботиться это тело не наше и не ваше и не ваше даже это его тело но мы к сожалению так не воспринимаем это тело думаю что это мое поэтому как хочу так и делаю с ним сколько хочу столько его и ем через него ем столько его и сплю но если это собственность кришны то тогда нужно делать это правильно ну у всех правильно у нас есть вообще распорядок наши шива праупада дала нам очень хороший распорядок рано ложится рано вставать принимать прохладные душ это очень сильный иммунитет увеличивает не переедать на не надо тяхара да не слишком много не слишком мало вот это все же уже есть в нашем какие-то упражнения шива праупада говорю плавание и борьба хотел давать за выживание не стал добавлять плавание борьба йога окей йога тут уже надо смотреть у кого сколько возможностей и так как мы у нас разный возраст разное положение разные загруженность у всех это будет какую-то свою форму принимать потому что там ну у всех кого-то одна у кого-то по-другому надо свою вещь посмотреть что есть какие-то может витамины какие-то обязательно надо чтобы физическая была нагрузка ходить хотя бы по магазинам я не знаю хоть что-то надо двигаться если приятный весь день танцует на санкиртане да но ему еще и но как бы бегать там 10 километров не надо уж вот это не надо он уже бегает на санкиртане уже хватит вот так то есть надо уже индивидуально смотреть и тут я не хочу давать каких-то таких рецептов универсальных это будет неправильно да он говорит об этом господу брахме я чакрат хангам вам статрам мадхат хабью да янтикам я твата пасит они что сайша мама нуграха чтоб не перепутать перри перевод я прям его зачитаю я его зачитаю все правильно вы говорите это всем от бхагаватам 39 38 бхагаватам о брама молитвы которые ты вознес прославление прославляя величие моих трансцендентных деяний смотрите молитвы которые ты вознес прославляя меня не любые молитвы а вот молитвы в которых ты прославляешь меня то есть молитвы преданности об этих молитвах речь второе деяние а аскезы которые ты совершал стремясь постичь меня не любые аскезы аскезы в преданном служении и твоя непоколебимая вера в меня в бога все это плоды моей беспричинной милости то есть получается что чтобы человек мог молиться кришне чтобы он мог сделать аскезы для кришны вот сам по себе он никогда не сможет это сделать это плоды беспричинной милости и к в чем проявляется беспричинной милости сейчас объясню об этом нам подробно объясняет вишина чакраварти в книге мадхурия кадамлини когда он доказывает что бахти независимо что никакая материальная деятельность не может пробудить человеке бахти не омовение не зарядка не пробежки не аскезы ничто не может пробудить только если сама бахти туда придет и появится то вот тогда тогда бак типа это с она должно само прийти а как она сама приходит то вот я сижу и как она придет почему ко мне пришло к к нему не пришло а к этому тоже пришло почему-то он объясняет что бахти в этом мире путешествует сердцах мады и мать хикарьи что будто мать хикарь них там тоже есть но они обычно не ходят а мады и мать хикарь они ходят и каждое соприкосновение с таким преданным отпечатывает в сознании человека идею бахти вот она милость получена потом у человека откуда-то не возьмись появляется вот да 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 бахти от от яду это догадался ты не догадался это не потому что тебе не знаю рты разорился или тебя бросили ты вдруг решил там бахти нет ты просто что-то съел ты помнишь кришна и ты были ну ел ну вот понятно поэтому соприкосновение с преднами это и есть беспричинная милость господа то что брахма хотя никого не было он вдруг такие молитвы возносил значит что своей прошлой жизни этот брахма соприкасался с преды а иначе как никак уловили да и не все брамы кстати преданы некоторые карми некоторые гьяни но ви карми нет что иначе вообще труба но карми и гьяни есть брамы наш брама преданы с прошлой жизни а иначе как поэтому то что вы говорите и конечно же это милость тех преданных но теперь получив эту милость как хороший бизнесмен который получил деньги он может эти деньги вложить и стать больше поэтому вдохновение есть маленькое это маленькое вдохновение можно как сказать прокрутить то есть выложить в что-то к бахте заниматься тогда бахте будет больше в этом и есть садана садана бахте в этом мы берем эту маленькую привязанность стараемся что мы можем делать она становится больше не пользуешься не увеличивается сочетание члитамрита ки шилхаридаста курки